У нас сегодня семинар, посвященный процессу управления товарным запасом в 1С управления торговлей. Ну, соответственно, то, что я вам расскажу, это, в общем-то, то, что будет актуально не только для управления торговлей, но и для всех программ, которые относятся к группе программ управленческого учета в 1С. То есть, ну, старших братьев, старших сестер управления торговлей, комплексная автоматизация и ERP. Там это устроено точно так же. Вот, с некоторыми незначительными нюансами, связанными с более широкой функциональностью. Что такое управление товарным запасом? Ну, существует разное определение, что это такое. Существуют разные способы, как именно управлять товарными запасами, какие цели это все преследует. Вот. Но сейчас я как бы хотел вынести за скобки все то, что касается экономической оценки. Значит, если вы сталкивались с этой задачей, задачей поддержания товарного запаса, определения оптимального уровня, вы должны знать, что там существуют определенные отчеты экономического, ну, определенные расчеты экономического плана, там, целесообразных денежных вложений в запасы, омертвлений денежных средств, вложенных в запасы. Значит, такой подход, такая логика, она, конечно, тоже правильная, она тоже имеет право на существование, но если мы рассматриваем управление товарным запасом применительно к автоматизации, применительно к программному обеспечению, мы придем с вами к чему? Ну, решить проблему оптимальных вложений в товарные запасы с помощью программных средств можно, но это чаще всего что-то индивидуальное, то есть это вопрос реализации программного обеспечения применительно к тем правилам, которые действуют вот для отдельно взятого предприятия, то есть там это можно сделать, но это сначала работа консультанта, потом работа программиста. Так, чтобы это делать, вот эти вот экономические расчеты типовыми механизмами, ну, есть такие реализации на самом деле, вот, и то, в общем-то, они в основном на другое ориентируются, но в базовом варианте вы эту экономическую оценку сделать не сможете. А что можно сделать? Вот сейчас нам надо спуститься со стратегического уровня, со стратегического уровня воззрения на запасы на уровень тактический. И если мы смотрим не с точки зрения топ-менеджера, а с точки зрения, ну, вот, менеджера среднего взгляда, для него задача стоять несколько проще. Надо, чтобы все было, надо, чтобы хватало на нашу деятельность, надо ни о чем не забыть, надо вовремя пополнить товарные запасы. То есть на самом деле, вот не на стратегическом, но на тактическом уровне, управление товарным запасом – это установление связки между закупаемым товаром и, то есть от чего он будет зависеть. Он может зависеть от какой-то истории, от предыдущей истории продаж. Он может зависеть от конкретных заказов. То есть если мы говорим о тянущей схеме, то вы зафиксировали поступление заказов от клиента, и, скажем, если речь идет о каких-то других операциях, там, разборки-разборки, значит, тоже зафиксировали эту потребность. И эта потребность должна у нас инициировать эту самую закупку. Ну и, наконец, мы можем в определенном смысле влиять на это с помощью каких-то настроек, которые мы вводим в нашу работу. Чаще всего, когда мы говорим вот об этих настройках, мы оперируем понятиями максимум и минимум. Максимальный и минимальный уровень товарного запаса. Ну, еще говорят, страховой уровень товарного запаса. Где все это найти в 1С? Ну, во-первых, давайте я на секундочку обращусь к слайд-шоу из совершенно другого курса. У меня есть курс управления товарными запасами, но он с 1С непосредственно не связан. И там я показываю вот такие вот картинки. Различные системы управления товарными запасами. Система оперативного управления. Система равномерной поставки. Ну, значит, если мы говорим о системе оперативного управления, это когда мы сами решаем, что будем закупать, когда все зависит от всего, тут расчетов каких-то нет. Здесь система равномерной поставки, когда через разные промежутки закупаются равные количества товара. Ну, тут как бы тоже все понятно. Мы просто закупаем фиксированное количество. Следующие системы, они уже интересные. Система периодического пополнения до максимума уже оперирует настройкой, о которой я вам говорил. Система с фиксированным размером оперирует настройкой и типовым уровнем закупки. И, наконец, система минимум-максимум. Она оперирует двумя параметрами. Параметром минимум и параметром максимум в системе. Вот. Ну, это все то, что касается периодической, про системы с периодическим контролем. Системы с непрерывным контролем. Они могут отталкиваться от фиксированного размера заказа, либо от минимума-максимума. Но здесь дело в чем. Система с непрерывной проверкой – это условность. И вы все прекрасно понимаете, что, ну, как правило, никто не сидит перед монитором и не контролирует ежесекундно уровень товарного запаса, чтобы вовремя разместить новый заказ. Ну, это делается там не раз в день, два раза в день. То есть это все равно периодически. Просто период очень короткий. Поэтому отдельно вот с этим разбираться, наверное, особого смысла нет. Тем не менее, мы с вами чуть поподробнее затронем вот эти вот три системы. Но прежде чем мы с вами это сделаем, значит, давайте я покажу вам, что я буду использовать. Более подробно это, естественно, мы будем с вами разбирать уже на полноценном курсе, который вот должен вот-вот у нас начаться. У нас будет идти работа с номенклатурной позицией, которая уже введена. Это будет вот так вот, мудренно нажимаем, называемая номенклатурная позиция Xerx. Вот. Я единственное сейчас изменения в этот Xerx позволю себе внести. Я укажу, что для этого в Xerx используются упаковки. Зачем это нужно? Почти я скажу чуть позже. Кроме того, я создам специальный склад здесь, чтобы нам ничего, так сказать, не мешало. Этот склад будет называться управление запасами. Никаких дополнительных настроек я сюда вносить не буду, хотя мы в эту карточку еще с вами вернемся. Ну и, наконец, я сейчас что-нибудь на этот склад куплю. Ну, например, мы будем работать с Xerx. И я сейчас быстро по этому Xerx закуплю какое-то количество. Создам приобретение товаров и услуг. Подтормажем у нас система. Сигма. Так. Склад управления запасами. Товар Xerx. 100 штук. 100. Не суть важна. Так. Провожу. У меня сейчас окажется на складе эти самые стоп-серпс. Значит, откуда мы можем взять вот те сведения, которые я, о которых я вам говорил. Напомню, что я говорил, что нам могут потребоваться сведения о предыдущих продажах, предыдущих потребностях. Нам могут потребоваться сведения о настройках и нам могут потребоваться сведения о зафиксированной уже потребности. Откуда все это берется? Ну, во-первых, о зафиксированной ранее потребности. В программе работает достаточно четко устроенная система управления потребностью. Если мы возьмем классический документ, по которому можно посмотреть зафиксированную потребность, мы увидим, что у этого документа в его табличной части, это заказ клиента. В его табличной части есть такая вот колонка действия. Вот если в этой колонке действия стоит к обеспечению, там могут другие стоять значения. Подробнее мы, соответственно, на курсе все это будем разбирать. Но если у нас стоит здесь к обеспечению, это значит, что мы зафиксировали в системе, что есть потребность в этом товаре. И, соответственно, программа будет думать, как эту потребность удовлетворить. Если мы говорим о предыдущей истории, откуда мы ее можем взять. Здесь я хотел бы вам вот что показать. Я сейчас включу планирование. Система планирования, которая есть в программе, она не совсем правильно называется, потому что это даже не столько планирование, сколько прогнозирование. Мы не будем с вами углубляться в детали. Важно, что при создании соответствующего документа, который называется план закупок, ну, а равно как и план продаж, мы можем использовать понятие источники данных планирования. Источник данных планирования мы можем с вами задать сами. И при задании источника данных планирования мы можем использовать СКД, систему компоновки данных, которая есть в программе. Ну и на самом деле существуют и типовые способы получения сведений для формирования плана. Это заказы, это вот это вот факт, то есть вот это вот продажа, это как раз факт продаж, и мы там можем указать за какой период мы это берем, с какого склада. Можно ограничить по номенклатуре, то есть здесь степень свободы у нас достаточно большая. Ну и самое интересное, это минимум и максимум. Где они задаются? Для того, чтобы у нас работала автоматика пополнения товарного запаса, мы должны в программе задать так называемый способ обеспечения потребностей. Способ обеспечения потребностей. Что это такое? Мы задаем, что мы потребность в каком-то товаре на конкретном складе закрываем с помощью закупки. Ну вот я здесь и пишу, что это у нас будет способ обеспечения, закупку у Хидмера. Надо понимать, что это только нормативно-правочная информация, то есть это мы справочник просто заполняем, он нам потребуется чуть позже. Мы это будем использовать при работе с поставщиком СИЗМа. Ну и, скажем, можем указать, какая организация, по какому соглашению мы это будем делать. Вот. Теперь, как нам привязать вот эту вот закупку у СИЗМа к номенклатурной позиции? Это очень просто. Поскольку, поскольку, значит, речь идет о конкретной номенклатурной позиции, то мы в этой номенклатурной позиции можем задать настройку способов обеспечения потребностей. Так, и мы указываем, что на складе управления запасами у нас способ обеспечения, какой будет закупка у СИЗМа для данного товара. Все. Посмотрим. Показывает. Показывает. Ну, замечательно. Значит, это мы сделали. И теперь давайте мы все-таки добрыйдем до минимума и максимума, где он устанавливается. Ну, минимум и максимум мы можем установить в разрезе склада. То есть, понятно, что если мы говорим о том, что есть какой-то минимальный и максимальный уровень, то, наверное, имеет смысл этот максимальный и минимальный уровень устанавливать для конкретного склада в программе. Поскольку мы работаем со складом управления запасами, мы можем сделать что? Установить настройку поддержания запаса. Подберем товары туда. Естественно, нас будет интересовать Xerox. И мы видим, что программа уже нам что-то здесь вывела такое интересненькое. Ну, для того, чтобы мы могли это поправить, мы можем нажать вот сюда. Поддержание запаса. И мы увидим, что программа нам открыла окошко параметров поддержания запаса. Вот здесь мы с вами и устанавливаем минимум и максимум. Устанавливаем для данного склада управление запасами и для данной номенклатуры. Я установлю минимум 200 и максимум 1000. Здесь требуется, конечно, несколько пояснений, чтобы изображение было вам более понятным. Программа, когда говорит о максимуме и минимуме, она всегда делает одно и то же. Мы запускаем автоматическую проверку. И это существующий механизм программы. И в ходе этой математической проверки программа смотрит, какие уровни товарного запаса на складе есть. И если они ниже минимума, она закупает до максимума. Закупает максимальное количество. Значит, почему так? Программа предполагает, что минимум это то количество, которое требуется для того, чтобы закрыть потребности компании на время поставки. Соответственно, когда мы этот заказ приведем, у нас как раз максимум и окажется. Ну, вполне, так сказать, разумное рассуждение. Почему у нас недоступен страховой запас? Для варианта, для обеспечения Минмакс он недоступен. То есть, как бы предполагается, что вы, если задаете страховой запас еще в добавку, в добавку к минимальному, то вы его просто добавите к минимуму. То есть, скажем, если у нас страховой запас 30, то минимум будет не 200, а 230. Но это только для минимума и максимума. Расчет по норме и расчет по статистике, они работают так же. Но тут вопрос, как мы считаем минимум и максимум. Здесь для Минмакса мы минимум и максимум задаем декларативно. Если у нас расчет по норме, то мы не задаем декларативно. Мы задаем норму потребления. То есть, мы указываем, что мы, скажем, 100 штук в день должны продавать. И, соответственно, программа возьмет срок поставки, домножит на норму потребления и получит минимум. Потом возьмет срок, на который она должна обеспечить потребность, умножит на норму потребления и получит максимум. К минимуму будет добавлен страховой запас, который здесь уже задается ручками. Расчет по статистике. Это означает, что потребление будет не задано декларативно, а тоже рассчитано в программе. В рамках семинара я это не покажу. Но если придете на курс, там мы это будем делать, это будем разбирать. Значит, я показал вам отличия и сейчас мы используем с вами вот эти вот настройки. Минимум и максимум. Мы зададим декларативно вот эти вот объемы. Единственное, что я хочу еще вам сказать, чтобы вы понимали, значит, откуда берется вот этот вот срок поставки и откуда берется срок обеспечения. Он тоже задается в способе обеспечения. Вот он срок покупки, а вот он обеспечиваемый период. Либо это можно делать, значит, сделать обеспечиваемый период до следующего закона. Вот. Ну, значит, поскольку у нас минимум и максимум задаются декларативно, для нас это не принципиально. Итак, давайте попробуем сейчас с вами что-то сделать, что-то сформировать. Как это делается? Ну, во-первых, если вы задействуете под систему планирования, если вы будете использовать источники данных планирования, то обратиться в этих источниках данных к минимуму и максимуму вы тоже можете. Это здесь называется товарное ограничение. И дальше при настройке товарных ограничений вы можете задать, что, какое товарное ограничение вас интересует, минимум или максимум. Ну, мы сейчас не идем в планирование, мы разберем простую автоматику. А простая автоматика работает как? Мы можем сформировать заказ поставщика по потребностям. Что это означает? Это означает, что программа проанализирует зафиксированные потребности. Вот помните, я действия вам показывал. Вот именно эти потребности она и будет анализировать. Их соберет и, значит, кроме этого, она проанализирует наши настройки. Ну, потребности я не регистрировал, поэтому у нас должны только настройки сработать. Я указываю, что нас будет интересовать склад управления запасами. Нажимаем далее. Так, пока программа дома. О чем вы там спросили? Будет ли доступна запись этого семинара? Да, будет. Будет. Выложим. Будут, а будет она на сервере у нас лежит. Значит, нам показывают, что что-то программа нашла вот по этому способу обеспечения. Еще раз нажимаем далее. И программа что нам показывает? Надо закупить тысячу штук. Почему? Потому что у нас остаток 100. Минимальный запас 200. У нас остаток меньше минимального уровня. Значит, один раз покажу. Больше я это делать не буду. Значит, если я пойду далее, то программа попытается сформировать заказы поставщику. Сейчас я покажу, как это выглядит. Ну, программа, естественно, ругнулась. Мы цену не регистрировали, по которой будем закупать. Поэтому она хочет, чтобы мы этот заказ заполнили. Но если мы откроем, вот, если мы откроем заказ, мы увидим, что, в принципе, уже все заполнено в заказе. И программа указывает количество, которое надо закупить. Это, конечно, очень удобно. Если у вас огромное количество номенклатуры. Там по каждой вы задаете какие-то параметры. Надо еще учесть, там, какие-то заказы, которые уже существуют. Вот здесь это, в общем-то, можно решить нажатием одной кнопки. В этом плане, конечно, штука очень полезна. Я сейчас что сделаю? Я не буду сохранять этот заказ. Значит, Ольга, вопрос, зачем создавать другой склад? Видите ли, в чем дело? Я просто сейчас работаю с той базой, которую на курсе вам уже дают. Значит, на этом семинаре, на этом курсе вы работаете с базой, которая уже частично заполнена. Да, то есть там какие-то НСУ уже введены, но, по большому счету, это та база, которая заполняется при работе с нашим первым уровнем управления торговлей. Я создаю отдельный склад для того, чтобы у нас был чистый пример, для того, чтобы не возникало вопросов, а почему это у нас здесь появилось? Потому что какие-то, скажем так, какая-то прошлая жизнь, она там на других складах есть, чтобы она нам не мешала. Откуда взялись вот эти 100 штук, вы прекрасно понимаете, я это делаю на ваших глазах. Так, значит, поехали дальше. Ну, конечно, это на любом складе можно сделать, настройки, они будут работать совершенно не так. Теперь давайте на секунду мы вернемся с вами вот к этому слайд-шоу, и вы здесь можете увидеть, что у нас на самом деле что произошло? Мы реализовали вот эту систему, систему минимум-максимум, то есть здесь программа, в том случае, если в момент проверки количество товарного запаса будет ниже минимума, программа закупит нам товар до максимального уровня. Ольга, чуть позже, хорошо, тогда сейчас по основному, по основной нашей тематике мы проговорим, и я отвечу на ваш вопрос тоже. Именно это мы сейчас и сделали. Мы увидели, что меньше 100, и закупили, меньше 200, и закупили до 1000. То есть это мы реализовали. Теперь, что делать вот с этим вариантом? То есть мы установили, что закупать нам надо до 1000 штук. В конце периода, в тосте контроля мы определяем количество товара, которое у нас осталось на складе, и докупаем до 1000. То есть осталось у нас на складе 200, и докупаем еще 800. Осталось у нас на складе 600, и докупаем еще 400. Такой вариант тоже работает. Но, значит, такой вариант, конечно, удобнее в том случае, если речь идет о каких-то не очень дорогих товарах. Но, тем не менее, иногда тоже так вопрос ставится. Как это сделать в 1С? Это несколько нестандартная ситуация. А вот 1С, она на это не рассчитана. Поэтому мы сейчас будем немножко ее дурить. Что мы с вами сделали? Мы в настройках поддержания запасов. Поставим минимальный запас 0. Ну, у нас минимума нет. И давайте мы посмотрим, что в этом случае программа нам покажет. Значит, как вы понимаете, по тому правилу, которое я только что показал, что должно произойти. Раз у нас на складе 100, мы должны закупить 100 тысяч. То есть 900. Запускаем. Ну, Максим, что вас так развеселило? А почему? Вопрос совершенно нормальный. Вот они, 900 штук. Вот они, эти самые 900 штук. Так, дорогие товарищи, не ссорьтесь, ради бога только. Лучше меня послушайте. Значит, ответ на вопрос по стартапам есть. Так, значит, смотрите, единственный недостаток. Вот эту галочку придется поставить, ну, либо доработать, попросить программиста, чтобы это ставилось всегда. Но, тем не менее, программа количества, которое надо закупить, определилась совершенно корректно. Так, пошли дальше. И у нас еще вот такой вот вариант. При, значит, обнаружении, что товарный запас ушел ниже минимума, мы должны закупить стандартную партию. Здесь у нас чуть сложнее получится. Прошу прощения, немножечко сейчас покажу. Вот это я включил, да? 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 11. Ием. Ну, ну, нет, Так, похоже в этой версии это отключено, либо я это отключил в настройках. Значит, вот эта вот задача, она решается за счет того, что мы определяем закупку в конкретной единице. То есть для того, чтобы мы закупали конкретную партию товара, мы должны с вами указать, что единицей закупаемой является вот эта самая партия. Здесь для того, чтобы это реализовать, нам нужно для соответствующей номенклатуры задать вот эту самую упаковку. Да, конечно, это немножечко для другого придумано, но в принципе мы можем с вами сделать что? Мы можем сказать, что мы минимально закупаем палету и в палете у нас там 40 штук. Вот, вот, если у нас настройка будет ориентироваться вот на такое квотирование, то в этом случае программа тоже вынуждена будет у нас закупать товар именно такими партиями. Вот, значит, теперь по поводу вашего вопроса, связанного с стартапом. На самом деле, если мы говорим о стартапе, то здесь мы должны иметь в виду следующее. Стартап – это начало бизнеса. Любое начало бизнеса – это значительный риск. Это ситуация, когда вложения у вас могут не окупиться. Понятно, что стартап может слиться и кончиться ничем, но это только одна сторона медали. А другая сторона медали заключается в том, что вы, выходя на рынок, должны, особенно в наше время, показать с самого начала очень высокий уровень сервиса. Когда мы говорим о любой товарной области, сервис – это понятие, которое связано с чем? С наличием товара. Можете спросить у самих себя, если вы приходите в магазин, говорите, а есть ли у вас вот это вот, а вам говорят, зайдите через неделю, может, будет. Вы, скорее всего, просто пойдете в другой магазин. Ну, либо в интернете начнете искать то место, где есть. Ведь в интернете с этим вообще проще. Нет у вас – ну, все, я влезу в браузер, запускаю поиск, ищу там, где есть. Поэтому здесь решение вот такой задачи, оно лежит в какой-то плоскости? Оно лежит в плоскости быстрой реакции. Это вообще называется концепцией быстрого ответа, квик-респонса. Если мы говорим об 1С, для реализации вот этой вот концепции быстрого ответа, вам нужно делать что? Вам нужно очень тщательно работать с тем механизмом, который я вам показал. Заказ клиента, заказ на перемещение, указывается вот это вот действие. Указывается действие к обеспечению, зафиксировали. И сразу же формируете заказ, сразу же предпринимаете какие-то действия. То есть здесь решение-то больше не программное. Решение больше состоит в том, что вы должны обеспечить вот этот сам респонс ногами. Вы должны сделать так, это за пределами программы, чтобы потребность клиента моментально переходила в какие-то действия. Зафиксировали, метнулись, обеспечили. Это же не только покупка, понимаете? Вот эта вот система обеспечения, это механизм способов обеспечения. Он может иметь разную природу. И здесь мы с вами видим, что... Давайте я еще раз открою. Здесь вот сейчас у нас включено всего два способа обеспечения. Либо покупка, либо перемещение в другого склада. Но это здесь. А если мы возьмем ERP или просто включим здесь кое-какие дополнительные возможности, там вообще будет пять вот этих вот возможностей. Пять типов обеспечения. Это и перемещение, сборка-разборка, заказ на производство, это заказ субподрядчику. Вариант разный существует. Важно что? Важно научиться быстро реагировать на это вне программы. А программа вам может только оперативно это все фиксировать и обеспечить очень быструю связь между возникновением потребностей и созданием задания для того, кто эту потребность будет исполнять. У вас нет ограничений. Вы этот заказ поставщику крутите хоть каждый час. Если вы в состоянии в оффлайне обеспечить такой уровень сервиса, ну вот пожалуйста. Вам не нужно будет бумажки передавать. Нажали кнопочку, вам уже сформировали. Программа сама расклассифицируется. Расклассифицирует кто что должен делать и все, вперед. Бизнес-план, что вы имеете ввиду? Я никакого бизнес-плана не показываю. По стартапу, надеюсь, ответил. На что расчет, то знаете, я немножечко не понимаю. Давайте я так вас разблокирую. Может лучше если вы голосом скажете. Я включил микрофончик, соответственно, можете голосом сказать. Ольга, да, планировать лучше с запасом. Понятно, что запас это вопрос безопасности. Но любой запас это и риск того, что он перерастет в неликвиде. То есть это палка о двух концах. Ну, понятное дело, что лучше, чтобы запас был. Но месячный запас это на самом деле уже опасная вещь. Вопрос, где вы и что вы закупаете. То есть в ряде случаев в наше время месячный запас вам экономику компании согрет. Почему месяц, почему не неделя. Вот тут как раз в этом и разница, что программа может вам дать инструмент быстрого реагирования, быстрого контроля за всеми изменениями, которые у вас происходят. И вам вот такой жирок накапливается. Не надо будет. Вы и без него справитесь. А деньги лишние появятся. Совершенно верно, да. Понятно, что у нас, особенно с производством на аутсорсинге, часто могут сроки срывать. Но здесь надо ориентироваться на то, какие сроки реальные. Если реальный срок месяц, значит да, месяц. Какие еще у нас возможности. Вопрос в том, чтобы на любые изменения у нас все-таки в бизнесе обстоятельства меняются очень активно. Чтобы вы на эти изменения успевали реагировать. Вот это критично. Ну, естественно, да. 1С фиксирует движение товаров и сырья. Если вы говорите о том, что вы хотите сделать какой-то перспективный план, исходя из каких-то своих настроек. Да, это тоже можно. Это как раз под систему планирования. Создание каких-то планов продаж, планов закупок. Там у вас могут быть очень большие уваженности во всех этих настройках. Можно вот таким путем пойти. Экономические оценки. Если вы имеете в виду это, то базовая версия, она вам экономику не даст. Как правило, еще раз хочу вам сказать по моему опыту, когда идут какие-то экономические расчеты, тут очень много получается специфических моментов, связанных с товарным направлением, со стратегией деятельности конкретной компании. И типовое решение, оно, как правило, вот эти вот моменты не охватывает. Еще вопросы есть? Да, не слышно, что говорит Макс. Макс, лучше вы напишите. Хотя, вроде бы, я его не блокировал. Ну, вот особенности, которые возникают в стартапе, я вам описал. Понимаете, дело в черном. Максим, особенность стартапа, она состоит в том, что вы идете по неизведанному полю. Вот, с точки зрения тех вопросов, которые мы разбираем, ну, наверное, это можно считать основным. Если у компании есть какая-то история жизни, если она в состоянии от чего-то оттолкнуться, ну, мы можем на эту историю опираться. А стартап, это всегда, вот, вы воду на год пробуете. То ли туда с головой, то ли, может, лучше не надо. И поэтому здесь очень важно всегда, чтобы был какой-то, ну, чтобы рисковать поменьше, и чтобы была какая-то задняя дырка. Это не только, естественно, товарный запас. Вы имеете в виду, что стартап это все равно риск, и надо, значит, принять правильное решение, сделать расчет и действовать по этому решению. Ну, да, конечно. Да, это должен делать маркетинг. Я совершенно с вами согласен. Но мы путаем две задачи. Когда мы говорим о маркетинге, да, мы говорим о том, что мы должны правильно понять, что нужно рынку. Понимаете? Мы должны правильно понять, что нужно рынку. Кто правильно поймет, что нужно рынку, тот как бы и молодец. Тот и выиграл во всей этой гонке у того стартап вырастет во что-то правильное. Вот. И это абсолютно корректно. Да, именно так все и обстоит. Но при этом, вот, помимо того, что, значит, сказано, да, помимо того, что нужно в это вложить, это все равно будет риск в любом случае. Мы должны по мере возможности себе, там, где это не вредит нашей общей идее, вот эти вот рискованные ситуации сократить. Вот и все. Тем более, что беда очень многих стартапов – это непроработанность процессов. Поэтому ситуации, когда не умеют вовремя реагировать на те изменения, которые на рынке происходят, очень часто. Да, иногда отсутствие. Ну, это уж совсем плохо. Так, подгрузить штатными способами не получится, то есть, это надо уже просить программиста, но технически, конечно, это можно сделать. Делать соответствующая обработка, ну, то есть, это стандартная задача, в принципе, особых сложностей здесь нет. Единственное, что напоминаю, что все вот это вот прописывается в разрезе номенклатуры и складов. Для каждой номенклатуры, для каждого склада что-то свое устанавливать. Так, еще вопросы. Точка заказа – это и есть минимальный уровень. Точка заказа – это и есть минимальный уровень. То есть, у нас есть, конечно, небольшой вот такой... Немножечко не сбалансирована терминология. На курсе на каком? Управлению запасами, да? Было, конечно. Конечно, зависит только. Минимум, минимум. Он в том случае, если мы используем... Так, давайте я еще раз вам покажу. Значит, смотрите. Я вам показывал, да? Закупки, соглашения, не туда полез, склады доставки, настройки и справочники, способы обеспечения потребностей. Я здесь указал, не указывал, срок покупки. Ну, вот я сейчас поставлю срок, поставьте три дня. Обеспечиваемый период 10 дней. Значит, записать и закрыть. И я полезу в настройки склада. Так, где он у нас тут? Вот. И я здесь... Так, открыл. Я минмакс переведу на расчет по норме. Норму поставлю сорок штук. Нормально? И я давайте запущу закупку. Так, у нас тут, к сожалению, будет еще одна проблема. Вот. У нас не заполнен график работы. Вот, за это у нас будут сложности. Сейчас, секунду. Так, по 19-й год. Сейчас, секунду, выиграть. Так. А, так. Значит, ну, здесь я сейчас поставлю. Выпасенный склад. Профит работы склада. Попробуем запустить. Ну, вот, смотрите. У нас минимальный запас 120. Откуда он взялся 120? Я задал норму потребления в день 40. 3 дня на поставку. Вот вам минимум. 10 дней обеспечения. 40 на 10. Вон максимальный запас. Так, ну, сейчас меня уже, так сказать, будут просить завершать семинар. Значит, у меня остался вот этот вопрос. Там мне надо немножечко там подключать по партиям. Значит, я уже сказал, что это делается ничего. Вы вот эту вот минимальную партию, да, должны сделать упаковкой. И вот здесь, да, вы даже видите, что, ну, это можно доавтоматизировать, но здесь мы можем задать упаковку для округления. Значит, вот. Кратно по летам по 40 штук. В этом случае, если вы зададите, то программа будет это все округлять при формировании заказа. Можете там не по лету, может просто создать упаковку закупаемая партия. Подробнее мы на курсе управления торговлей логистика будем вот эти вот моменты разбирать. Вы все это сделаете ручками. Вот, поэтому приходите. Тут я вам демонстрировал, там будете делать сами. Правда, это только одна тема из данного курса, но ей отводится достаточно большое место. Ну, все. Вам спасибо. Я завершаю трансляцию.